Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Всё обо всём» с Еленой. Сегодня я хочу поговорить больше, наверное, женской половиной, о нашей женской доле. Вы знаете, я думаю, что многие помнят фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова» в главной роли с Натальей Бундаревой. Там рассказывается о героине, которая влюблялась в каждого мужчину, который делал ей комплименты, который начал ухаживать за ней. Вот у меня есть подруга такой же комплекции, как героиня Натальи Бундаревой, и моей подруге, назовём её Света, 45 лет. Вот, девчонки, хочу с вами поделиться, может быть, даже спросить совета, что ей можно посоветовать. И задать такой вопрос, можно ли выйти замуж после 45 лет. Моя подруга, Светка, замужем не была. И всегда у неё какие-то, вы знаете, приключения, всегда к ней липнут какие-то мужчины, мужчинки даже, да, ну непонятно какие. Я говорю, где ты их находишь, этих козлов там, непонятно где. Ну, в общем, расскажу вам по порядку, и вместе порешаем с вами, что подсказать, а может быть, уже и не стоит ей никого искать. В общем, я её знаю уже лет 15, но вот по её рассказам, детство-то у неё, знаете, тоже было, не ахти какое. Мама, вы не представляете, кем работала. Она работала над смотрящицей в женской колонии. Дома она, наверное, не на роль матери, но не переходила, а также, наверное, продолжала свою работу. В общем, она строго воспитывала Светку, да, и её брата. Светка, так как была постарше, она говорит, мне, говорит, доставалось так, что если я что-то не то сделаю, даже и шлангом била. Короче, такая история вообще тёмная. Вы знаете, сейчас вот Светке 44 года, в конце года будет 45 лет. Она три года назад взяла в ипотеку однокомнатную квартиру и перевезла к себе маму, опять же, с добрых побуждений. Но мама – это деспот, хотя ей уже за 70, она и сейчас постоянно со Светки требует всё, в квартире всё по-своему сделала. В общем, знаете, я не знаю, 45 лет тётки, а она вообще даже не почувствовала себя женщиной. А вот что касаемо мужчин, да, как она говорила, там 17 лет, захотела уйти из дома, свободы захотела, работала очень рано и с каким-то там мужчиной жила. Ну, он пил и, по-моему, рукой на неё поднимал. Ну, это вот, а как она мне рассказывала? Ну, это вот прошлое. Я с ней познакомилась, когда ей было лет 30. Она работала в магазине продавцом, и, вы знаете, на ней была такая красивая кофточка, вот я её когда увидела, да, я меня заинтересовала, и оказалось, что она очень хорошо вяжет сама эти все вещи. Ну, и вот-вот на этой почве у нас с ней завязались дружеские отношения. Она тогда снимала в Питере квартиру, она сама из другого города, а так как брат у неё в армии служил в Питере и остался в Питере, ну, и Светка тоже переехала к нему, вернее, ну, в Питер, да. Ну, вот она снимала квартиру или комнату, я уже точно не помню. Но вот когда мы с ней познакомились, у неё никого не было, из мужчин, имею в виду, да. Вот, напомню, что она замужем ни разу не была. Потом, вы знаете, когда вот у нас уже так более-менее дружеские отношения, я и старше её, она со мной всегда советовалась. В общем, в магазин стал наведываться мужчина, который на 27 или 30 лет старше её. Ну, и начал там, знаете, комплименты говорить, всё такое, всё такое. И он жил один, у него два старших, вернее, два взрослых сына, и он Светку мою к себе. Значит, что ты будешь квартиру снимать, давай вместе жить, живи у меня, не будешь платить за жильё, в общем, вместе будет и тебе, и мне хорошо. Светка согласилась. Знаете, поначалу всё было нормально. Ну, он ей сразу сказал, замуж даже не думай, жениться я не собираюсь, а тем более детей, говорит, ещё имеется, так что не думай и не гадай. Я ей говорю, на что он тебе нужен, зачем ты будешь тратить на него время, если никакой перспективы, ну, что там вот говорить, да, между нами, каждая женщина хочет счастья. Я говорю, если нет, ну, зачем больше? Нет. Ну, вот она, значит, вроде бы слушает, да, но делает всё по-своему. Нет, она стала с ним жить, ну, наверное, всё-таки сказалось то, что ей хотелось вот своих денег. Ну, вот сейчас ещё попозже, за деньги скажу. Ну, он вначале держался, а потом начал выпивать. Выпивать начал, начал на неё руку поднимать, мат-перемат на неё. Я говорю, уходи, зачем тебе это нужно? Нет, он протрясает, он такой хороший становится, всё такое, он поймёт, что я его там люблю. Я говорю, ну, какая любовь, ну, о чём ты говоришь? В общем, так прошло 5-6 лет. А вот по поводу денег, она вообще, девчонка такая хозяйственная, да, доброжелательная, добрая. Всегда, если она в гости приходит, она и подарки принесёт, и что-то там накупит. А деньги, мама ещё жила тогда в другом городе, она вот, что у неё оставались деньги, она всё копила. И когда ездила в отпуск, всё, маме до копейки отвозила. Хотя у мамы пенсия тоже неплохая была, ну, всё-таки, вы знаете, что работа-то у неё какая была. В тюрьме раз женской, она там работала, ну, неплохая пенсия. Вот, и всё до копейки я отвозила. Ну, мама такая, что всё брала. Ну, в общем, пусть мама меня простит, но мама эгоистка, честно говоря. Обычно матери стараются для дочерей своих что-то, да, это нет, это всё для себя. А вот, ещё и говорила дочь, ты мне это, это, это купи, мне это нужно. А дочери разве не нужно? Ей было чуть больше 30. В общем, это вообще кошмар. На этого мужчину она потратила 5-6 лет. Он её и выгонял, он выкидывал её вещи. В общем, сколько я её не говорила, ты вот нормально, что ли, тараканов, выкини с головы, ты дура, что ли, честно слово. Ну, нифига не понимала, всё, всё будет нормально, я надеюсь, потому что он протрезвеет, он говорит, что там всё любит, любит, любит. Угу, любит. Короче, прошло 5-6 лет, она от него уходит. Опять стала жить на квартире. Я говорю, Свет, ну, зайди ты на сайт знакомств, ну, может быть, кого-то там и найдёшь, ну, ей же нормальный. Это вообще. Вот я говорю, липнет к ней, всё, гэ, честное слово. Приходит, говорит, всё, нашла там какую-нибудь, вернее, не приходит. Когда мне звонила, ой, нашла себе мужчину, он, правда, сильно, говорит, полный. А Светка, она такая, вот я говорю, как Наталья Гундарева, да, вас ожидает гражданка Никанорова, тоже такая полненькая, ну, симпатичная, глаза такие, большие ресницы. В общем, короче говоря, нашла она себе какого-то мужичка, хлопка. Ну, ровесника, с мамой живёт, не был женатый. Я говорю, ну, у них прям как два сапога пара. И знаете, что меня обрадовало, что он накупил там на концерты, её в театры возил, накупил билетов, в общем, возил её, возил. Потом она мне звонит, говорит, он меня с мамой хочет познакомить. Ну, ладно, мы, говорит, строим там планы о совместной жизни. А я говорю, а ты, это, как, сказала, а, подождите, да, у неё уже ипотека была, да. Ну, да, прошло уже время, да, была ипотека, она только её взяла. Ты, говорю, сказала про ипотеку? Да, она, говорит, я сразу сказала про ипотеку. В общем, ну, он так промолчал, и всё. Проходит время, она с мамой знакомится, маме всегда чего-нибудь вкусненькое привозила, всё. Они также ходили в театры, в кино. Потом он как-то приходит, или стал меньше звонить ей, да, что случилось, что такое. Мама сказала, что ты женщина хорошая, но только с ипотекой, ну, не нужно, говорит, мне так. И, знаете, вот мужчина, который заплакал, да, это вообще, ну, не твоё, ну, что мужик плачет, маму слушает. Да ну, зачем? Нафиг, нафиг, goodbye, my love. Вот, всё, ладно, рассталась. Потом как-то мне звонит, и говорит, а, звонит она мне по телефону, слышу, что-то шумит такой, мотор. Я говорю, Ветка, ты что, на самолёте летишь, что ли? Светка мне отвечает, ты не поверишь, я на тракторе по деревне езжу. Я говорю, ты чего? Она говорит, познакомилась с мужчиной, он меня встретил на тракторе, и мы сейчас, говорит, разъезжаем на тракторе по деревне. Ребята, это кошмар. Короче, Светка моя стала ездить в деревню. Я говорю, ты что сама-то ездишь? Если у него есть машина, трактор, да пусть он тебя встречает. Нет, приезжала сама. Тоже с мамой живёт, разведённый был. Я где, что, везёт, что ли, с мамой, с мамой, с мамой. А он и говорит, ты когда едешь маме какую-нибудь бутылочку там винца покупай. Ещё, что за фигня-то какая-то, какую маме бутылочку винца-то. В общем, она встречалась, встречалась. Потом ему, видно, надоело, да не нужна ему, была женщина, вот честно говоря. Он стал с друзьями пропадать, она к нему приедет, он идёт с друзьями, на целый день там пропадает. Атас, вообще. Я говорю, ну где, где, вот ты вот просто, ну ты же как-то смотри, чего ты сразу начинаешь встречаться. Ну походите в кафе, как-то присмотреться, попереписывайтесь. Ну, я понимаю, взрослые люди, да, что там это самое, лю-лю-лю-лю-лю-лю. Ну, всё равно, ну вот так же бросать. Ой, ладно. Потом вот она перестала продавцом работать, пошла за складом в военную часть. Ну, думаю, всё, там мужики рядом, найдёт кого-нибудь всего. Кого-нибудь, ничего подобного. Ни с кем не встречалась. А я, говорит, на складе, туда никто не приходит. Я говорю, и что, Свет, говорю, ну можно же кого-то найти, ну пройдись, ты, говорю. Ты такая симпатичная, всегда за собой ухоженная, с маникюрчиком. Ну пройдись, кто-то же обратит на тебя внимание. Обратил внимание. Как-то тоже опять звонит, она мне всегда звонит, советуется, как со старшей. Говорит, тут, говорит, грузчик один появился, проходу мне не даёт. Ой, люблю, говорит, не могу. Я говорю, ну и что, ну присмотрись к нему, может быть, чего-то. Да, говорит, у него это. Я говорю, что? Только, говорит, ты с мест заключения пришёл, весь в наколках, маты кроет. Я говорю, да ты чего, говорю, не-не-не-не, не надо, не надо. Она вообще девчонка такая скромная, воспитанная, да. Вот. Потом мне звонит, не звонит, не звонит. А она уже в какую-то комнатёнку грязнущую к нему переехала. Отмыла там всё. И потом мне звонит и говорит, я говорю, а что ж ты? Ну и вот ты говоришь, что я к нему уже переехала. Я говорю, а что ты переехала? Ну и чего ты звонишь тогда? Вот. Меня смущает то, что у него бывают зрачки, говорит, расширенные и глаза красные. И он, говорит, как сумасшедшая становится. Я говорю, ну, моя, да, он наркоман. Просто наркоман. Потом, ой, это, говорю, это вообще-то рассказывать. Я говорю, ну вот человеку всё, вот негатив весь приплывает. Ага. Дошло дело до того, что он говорит, поставь мне укол. Девочки, это вообще. Я говорю, Светка, говорю, беги ты, говорю, от него. Беги от него. В общем, он не давал ей прохода ещё, знаете, сколько. Он уволился с работы, он просил у неё деньги. Я говорю, ну, Светлана, ну, что ж ты, говорю, творишь-то? Говорю, беги и забудь. Ты, говорю, хоть не сказала, где ты живёшь? Да нет, говорит, не сказала. Говорю, слава тебе, Господи. Вот. Проходит время какое-то. Её там какая-то знакомая говорит. Хочу тебя познакомить с мужчиной. Она мне звонит. Вот, меня хотят познакомить. Я говорю, ну, познакомься, Господи, ну что, ну, сходи куда-нибудь. И что вы думаете? Этот мужчина поссорился с женой. У него есть маленький ребёнок. И он начал Светке, короче говоря, подбиваться. Давай с тобой снимем квартиру. И та дура согласилась. Пошли они через агента. Взяли квартиру. Ну, как-то там сняли, да. И она деньги заплатила. Он говорит, у меня много денег нет. Я вот сколько-то дам, потом отдам. И она заплатила. Вот как заплатили за квартиру, так он исчез. И сколько она ему не звонила, сколько там знакомым не звонила. Никто про него ничего не знал. Хотя все всё знали. Он просто исчез. А что? Я ей говорила, он помирится с женой. И где ты будешь? Что ты будешь делать? Ой. Потом, значит, эту квартиру, она там, они сняли на два месяца. Она всё-таки прожила, потому что деньги были оплачены. Ещё кого-то там нашла. Вот, последнее время нашла она кого-то и с кем-то жила. Вот она мне вчера позвонила и говорит, и последнее собрал вещи и сбежал. Что, говорит, мне делать? Я говорю, тараканов из головы выкинь. Полюби себя прежде всего. Она, да вот, после 45-ти я уже никому не нужна буду. Я говорю, ну, самое главное, нужно полюбить себя. Иначе тоже, как звонит, он меня в чебуречную повёл. Мы чебуреки сидим и едим. Ой, не чебуреки, шаверму. Я чего не в ресторан? Ой, ну что ты? Ну, это же большие деньги. Я так не могу. Чё не могу-то? Вот и получай тогда. Сама разоденется, пойдёт там что-то купить себе на последние деньги. Одежду какую-то, чтобы красиво выглядеть. Маникюр сделать, причесочку, всё. А тут шаверму. Ну, в общем, вот, девчонки, я не знаю, да, что ей посоветовать и как. Конечно, она вся расстроенная такая, да. Говорит, ну вот как, некоторые там по 6-7 раз замуж выходят, да. Я говорю, потому что они умные. А ты вот такая вот доверчивая и сразу всем веришь. Ну, вот точно, как из фильма вас ожидает гражданка Никанорова. Ты, говорю, вообще думай головой-то своей, вот как ты, я не знаю, поступаешь, что ли. Надо же, говорит, честь какую-то держать, гордость. Что ты бегаешь, говорю, к ним. Ну, не понравился, пусть другой будет какой-то. Вот, там на сайте знакомств пишут всякие гадости. Да, говорю, блокируй, зачем ты начинаешь отвечать. Я говорю, что так некрасиво. Что, говорю, вообще ненормально. Вообще, кто отвечает так? Блокируй, да и всё. И не надо связываться вообще. Ну, в общем, девочки, вот я не знаю. Я говорю, ну вот как так она. Это судьба моя, это карма моя. Это вот так вот запланировано судьбой. Я говорю, да нет, это не судьба твоя. Это просто у тебя в голове вот эти вот какие-то ты хочешь. Ты всё. Вот как это я с ипотекой, кому я нужна? Я говорю, да будешь нужна. Будешь нужна. Если ты будешь вести себя нормально, как женщина, вот именно с достоинством таким. А не бегать, не показывать вид, похуй, если не ты, я же кому-то там нужна. В общем, девочки, как вы думаете, судьба это, карма это или действительно тараканы в голове? В общем, Светка, я не знаю, что мне вот ей ещё посоветовать, как её поддержать. Не знаю, что дальше будет. Ну вот ей в конце года будет 45. Что ей посоветовать? Что ей сказать? И почему к ней всё такое, извините, гэ, лепится, и негатив такой, я не знаю. Ну вот за сколько я её знаю, 15 лет, ни одного нормального мужчины не было. Всё какие-то мужчинки, всё какие-то вот, я не знаю, непонятные, короче, субъекты ей попадаются. Вот так поделилась я сегодня с вами. Даже сама не думала. Вот вчера мне Светка позвонила, и я схожу и думаю, 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 ну а почему бы с подписчиками не посоветоваться? Может быть, кто-то и подскажет. Может быть, мы найдём вместе какой-то выход. Пишите, комментируйте, может быть, что-то подскажете. С вами была Елена, канал «Всё обо всём» с Еленой. Посоветуйте моей Светланке что-нибудь. Или судьба эта, или всё-таки у неё в голове сидят тараканы и в мелки играют. Пока!